Дом у нас будет не на земле, а под землей. Это будет полезно, я думаю, в первую очередь тем, кто любит играть на хардкорных мультиплеерных серверах, где полно гриферов и школьников, жаждущих уничтожить ваше уютное гнездышко и спереть ваш алмаз. Итак, собственно говоря, ничего необычного у нас здесь нет. Вот стоит у нас печка, здесь у нас верстак обычная лачуга, только что появившегося бомжа в новом мире. Но здесь у нас дырка, ее можно закрыть легко, используя какую-нибудь дверь и механизм из редстоуна. Мне его делать было, откровенно говоря, лень, тем более, что я с редстоуном не очень-то и дружу, хотя пару раз и использовал подобные механизмы. И теперь идем вниз туда, где находится святая святых, наша, наша комната, наша, нет, не комната, наше подземелье. Итак, я постарался разделить его, во-первых, логически по цветам. Честно говоря, спер эту идею из хаус-лайфа, где в лаборатории лямбда все было рассредоточено по цветам. Начнем, пожалуй, с зеленой ветки. И это я сейчас не про метро, это я про нашу, конечно же, дом. Это нельзя назвать домом, про нашу подземелье. Давайте так, что у нас здесь? Логично, я думаю, предположить, что зеленый цвет ассоциируется в первую очередь с растениями. Поэтому вы уже слышите на заднем плане овечек, но сейчас сначала мы посмотрим, как у нас выглядят фермы. Потому что что же, как ни еда, необходимо каждому майнкрафтеру. Итак, у нас здесь находится все в блоке 7х7. Кстати говоря, абсолютно все комнаты у нас модульные. То есть у нас каждая комната это такой вот куб высотой в, дайте посчитаю, раз, два, три, четыре блока. И с площадью квадратом в 7 блоков. С каждой стороны... А, камон, ладно. Испортили мы красивую картину. Итак, по 7 блоков с каждой стороны. Вот на чем я остановился. Однако нам нужна вода, чтобы все здесь росло. Поэтому воду я решил спрятать в стены. И вот таким вот образом ее обыграть. Ее, конечно же, можно было бы спрятать насовсем. Вот так вот. Но мне показалось, что это не совсем красиво. Все-таки один только зеленый и одни только доски, это как-то совсем не айс. Для той же цели, кстати говоря, я и сделал по бокам вот такие вот перевенчатые колонны. Чтобы просто-напросто все не выглядело, не пестрело одними и теми же досками. Так как это здание было сделано в относительно старых версиях Майнкрафта, то здесь нету никаких андезитов, хренолитов. И я выкручивался как мог. Тем более, что мне не хотелось под землей строить что-то из камней. Потому что камни тут и так как грязи. И наоборот, хочется, чтобы все выглядело как будто деревня, как будто вы находитесь где-то наверху. А рядом вот-вот появится и заглянет к вам очередной бот. И будет стучать дверью. Итак, здесь у нас еще одна, конечно же, ферма. Потому что одной, как правило, игроки не насыщаются. Вообще, по-хорошему, шесть ферм это оптимальный размер. Но их прятать под землю это запариться. Можно честно и откровенно. Но если вы энтузиаст, то можете это сделать. В принципе, единственное, что для этого необходимо, это терпение и хорошая кирка. Дальше идем. С этой стороны у нас ферма. А здесь у нас животные. Вот так вот я их обыграл. Вот так вот я их расположил. Кстати говоря, здесь один, второй вариант у нас потолка. Каменный потолок. Потому что вот здесь вот он у нас просто деревянный. Но не знаю. Мне показалось, что здесь это можно сделать. Можно это и не делать. И сделать каменный потолок. Кому как больше нравится. Зато здесь у нас нету по бокам никакой зеленой глины. То есть это у нас тоже обратите внимание. Кстати говоря, как идея, я хотел еще сделать различные тайные переходы по внутренностям нашего подземелья. И вы, в принципе, можете это реализовать. Вот здесь у меня, кстати говоря, один из таких переходов и был. Но я решил от него отказаться попозже. Но если вы думаете там побегать как-нибудь по-быстрому или что-то подобное сделать, то вперед это уже на ваше усмотрение. Здесь у нас, естественно, овечки, коровы и лошади. Казалось, все самые необходимые животные. Единственное, я честно не знаю, зачем я лошадь запрятал в подземелье. Но так как у меня были яйца призывания, то мне можно. Что ж, здесь тоже все благополучно. Никаких дальше стилей нет. Единственное, что хочу отметить, зачем я сделал здесь окна. Казалось бы, вау, под землей окна. Зачем? А затем, чтобы не открывать по сто раз дверь, как в холодильник, и не смотреть. Так, а у нас здесь что-нибудь созрело? Ничего не созрело. Пойду дальше. Просто посмотрел в окошко и все ясно. Здесь у нас нету детенышей. Значит, хорошо, можно собирать, убивать свиней и бесчинствовать. Однако же, где жарить мясо свиней, если их всех поубивать? Конечно же, в пекарне. Я ее сделал большую от всей широкой русской души. Оформил тоже в таком каменно-деревянно-шерстяном глиняном стиле. То есть, три цвета. Правило трех цветов. Серый камень. Вот раз, два. Дальше зелень. Это по бокам такой ленты пустил глину. И, конечно же, у нас еще и на земле коврики. Это святое. У нас они по эту линию ведут. Зеленую ветку пищевой части нашего подземелья. И здесь куча, к тому же, есть еще и печек. В принципе, можете их поставить меньше, можете поставить что-то другое. У меня, если честно, идей хватило сюда только для печек. И мне кажется, что когда вы натаскаете сюда кучу различной породы, кучу мяса, то вам эти печки, подберите, мне пригодятся. Ну и, конечно же, еще фонтан, который, смотрите, у нас освещается еще и снизу. Такая подсветка идет. Чтобы здесь, тем более, никто не спавнился. Заметьте, я сейчас играю на высоком уровне сложности. И, как вы можете видеть, никто у нас здесь не спавнится. То есть, в принципе, абсолютно безопасное строение получилось. Не считая гриферов, конечно же. Они могут ворваться в любой момент, но то, что вы под землей, дает вам больше преимуществ и больше шансов на спасение. Итак, ну и, естественно, вода. Она довольно яркая, и таким ярким пятном она видится у нас здесь. Собственно говоря, на этом о ветке текущей я заканчиваю. Единственное, хотелось бы еще отметить, я решил обыграть как-то то, что мы под землей, тем, что сделал вот такие вот деревянные балки. То есть, как будто они держат потолок, на них висит вся эта многотонная каменная махина, которая скрывает нас от посторонних взглядов. Но это уже по желанию, кстати говоря, дамы и господа. Равно как и то, что я здесь вот сделал такой плавный переход из досок в камень. Вы можете его делать, можете не делать. Это на ваше же усмотрение. Итак, и вот вторая ветка. Красная ветка нашего подземелья. Что может нам здесь пригодиться? И на что стоит обратить внимание? Конечно же, опс, опс. Дамы и господа, кто что видел, никто ничего не видел. Это у нас в будущем будет. Похоже, я здесь побесчинствовал. Прежде чем забыть об этой карте на полмесяца. Да что-то полмесяца, полгода я не вспоминал про эту карту. Только вот к тысяче подписчиков решил записать таки по ней видео. Итак, здесь у нас расположены сундуки. Я уже несколько раз рассказывал о том, как эти сундуки... Неужто зомби где-то? Нет. А, об этом, кстати говоря, тоже еще расскажем. Ну так вот. Сундуки я расставил просто по стенке. Плюс к этому использовал горшки с цветами. Чтобы у нас здесь все выглядело красиво. Использовал, кстати, хочу отметить, только оранжевые и красные цветки в основном. То есть вот единственным каким-то чудом затесался не такой цветок. Но в основном я хотел поддержать цветовую гамму, которую изначально придерживался. То есть красный цвет. Ну и к тому же еще использовал вот такие вот замечательные наши рамки, чтобы показать, где что находится. Вот здесь алмазы у нас, допустим. Здесь особые блоки. Здесь вот у нас растения, шерсть или глина. Кому что больше нравится. Поэтому здесь у нас, в принципе, все классически, все стандартно. Единственное, объединил 2 комнаты 7 по 7 блоков в одну, чтобы было удобнее по сундукам бегать. Потому что если вы будете еще крюк наворачивать, вылезая отсюда, влезая сюда, здесь и так тесно. Конечно, так можно больше сундуков разместить, но я сомневаюсь, что большее количество вам понадобится. Если что, я думаю, всегда можно достроить еще один модуль. Так, где этот чертов зомби? Меня он раздражает, ребята. Но я надеюсь, все-таки он похожий. Наверняка он у нас вот в этой комнате. Ой, спойлеры, 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 спойлеры. Тихо, тихо, тихо. Нет, тут все поломано. Я столько все писал, без склеек, так красиво разливался мыслью подрева. Ладно, пофигу. Надеюсь, вы меня простите, мы сейчас быстренько все исправим. Но для начала я хочу показать еще два варианта расположения нашей комнаты жилой. Где у нас может жить обыкновенный пользователь или ваш друг, скажем, которому вы не хотите отделять... Который должен где-то поселиться, но вы не хотите пускать, скажем, его в свои сундуки. Поэтому у него здесь стоит свой собственный сундук для личных вещей. И вот такой вот у нас стенд с вещами. С алмазными, конечно же, вещами. Какими же еще? Итак, здесь, конечно же, еще и кровать. И чтобы здесь добавить толику уюта в наш интерьер, я добавил сюда, во-первых, горшки с цветами и рабочий стол. Вот такой вот его вариантик. И к тому же немного книжных полок. Ну, так сказать, чем не уют, дамы и господа. Здесь, в принципе, все понятно. Второй вариант расположения всякого полезного в комнате. Итак, здесь у нас тоже есть сундук. По-другому несколько выглядит у нас здесь непосредственно. Этейбл, стол. Во, все. Сказал по-английски, сразу вспомнил, как произносить. А то что-то протупил немного, прошу прощения. Итак, ну и, естественно, тоже книжные полки. В принципе, такой классический набор. Плюс верстак, можно еще сюда пекарню добавить. Хотя при наличии того количества печек, что у нас есть, по-моему, это будет уже кощунственно. И, наконец, это у нас трофейная комната. Где, во-первых, есть карта путешествия. Мне было лениво оббегать всю округу, поэтому я просто-напросто прокопировал несколько раз одну карту. Если вы хотите сделать что-то такое фундаментально необычное, то можете попробовать составить какой-то калаш эдакий из нескольких карт, чтобы было понятно, где вы побывали, какой большой путь вы проделали. И здесь у нас головы убиенных нами игроков и мобов. Если у вас этого нет, ну, не беда. Можно сюда что-нибудь еще разместить. Это уже, как говорится, на ваш вкус. И еще один фонтан, который в точности повторяет фонтан, находящийся в зеленой нашей ветке. Так что, вот, пожалуйста, у вас такой вот на выбор фонтанчики вдалеке беднеются. А здесь еще и голова, к тому же. Чем не прикольно. И, конечно же, место, где можно посидеть, спокойно поговорить за жизнь с друзьями, которые у вас поселились. Жилая ветка на этом благополучно заканчивается. Идем. Надеюсь, все остальное, это все готово тут. А, кстати, забыл сказать. У каждой двери есть табличка, на которой написано, куда она ведет. Вот эта табличка, например, ведет в ад. И тут у меня не все готово. Прошу прощения. Вот как у нас это все должно выглядеть на самом деле. И теперь все благополучно зажигаем. О! Вот теперь у нас все выглядит красиво. Согласитесь. То у нас тут все уютное такое, деревянное, синее, ми-ми-ми, ла-ла-ла. А тут входишь и ух, сразу чувствуется, что куда-то не туда. Везде камень. Я специально постарался оформить это, оформить потолок в виде обычной пещеры. А не в виде какого-то дома. Или какой-либо комнаты, как у нас это было до этого. Итак, собственно говоря, у нас здесь порталы в ад. Много порталов, но все они ведут в одно место. То есть в один портал. Они все объединяются. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, с тем, что они так близко друг к другу расположены. Итак, в принципе, на этом здесь-то все. Можно еще добавить какие-нибудь лианы сюда, чтобы совсем все страшно было. Как вы заметили, наверное, факелов нет. Это связано с тем, что у нас порталы дают довольно мощный источник света. В частности, он на один квадратик больше, на один тайл, я не знаю, как... Ну да, на квадратик один больше, чем освещение от факела. Если мне не изменяет память о Википедии. Поэтому тут факелы просто не нужны. Единственное, немного раздражает звук, который они издают. Но, в принципе, на самом деле его слышно только разве что там, где у нас находятся сундуки. В других местах его не слышно. Итак, идем дальше. Алхимическая лаборатория. Пользователь, который просил меня сделать непосредственно вот это вот подземное укрепление для игры на мультиплеерных серверах, отдельно просил отметить алхимию, чтобы он с друзьями мог спокойно разрабатывать свои зелья приворотные для вражеских игроков, для врагов. Итак, поэтому здесь у меня расположена, во-первых, вода для колд, варочные стенды. У кого сколько хватит ресурсов, пусть столько тот и ставит. Я поставил 4, благо в креативе. Конечно же, наковальня. Она пригодится для зачарованных вещей. Здесь же мы выращиваем бородавки, потому что они в некоторых рецептах, как классит легенда и википедия, так как я сам мало очень алхимией занимался в своей майнкрафтовской карьере, они используются. И к тому же котлы для приготовления зелий тоже здесь используются. В общем, все, что нужно юному алхимику или зельеваристу. И, наконец, для магов у нас находятся здесь два вот таких вот замечательных овечки за стеной, кстати говоря. Можно пожелать привет. Привет, овечки! Так вот, для магов тут зачарованные, зачаровальные стенды. Необычная форма. Вот отличительная черта данной комнаты. Здесь синий-сиреневый цвет тоже присутствует. Вот глина, собственно говоря. И она обозначает то, что здесь именно научная ветка нашего подземелья. Два зачаровальных стенда здесь поставлены для красоты. Но у меня нет лазурита, так что зачаровывать я сейчас, к сожалению, не могу. Но, поверьте мне, здесь зачаровальный не самый высокий уровень. Я думаю, что не каждому он и нужен. Если уж вам кровь из носа это надо, то можно просто-напросто немного обыграть. Поставить здесь только один зачаровальный стенд и все. Мне захотелось как-то пооригиналить. Это все квадратные комнаты до квадратные, прямоугольные до прямоугольные. Вот, знаете, вам такую необычную из бревен синего цвета и всего прочего. Комнату, где у нас необычные формы она. Что ж, дамы и господа, это была последняя комната на сегодня. Спасибо за то, что на протяжении столько времени вы остаетесь со мной. Я рад вашим лайкам, я рад вашим просмотрам, я рад вашему вниманию. Хоть в Майнкрафт сейчас практически и не играю, но этот ролик специально для вас. Спасибо вам за тысячу человек на канале. До свидания, с вами был Грин. А если вы только впервые обо мне слышите, то знайте, на моем канале вы найдете много интересных роликов. До свидания, с вами был Грин.